Кстати, народ очень часто путает, ну не путает, не знаю, какая-то ерунда получилась. У Батанджары, в его работе, есть определение асаны, то, что считается определением асаны, то есть с тхером, с ухом асана, удобная, устойчивая поза. Но на самом деле там речь идет именно о путанице возникло, потому что асана, это положение тела, это поза, форма, фигура. И что гимнастическая поза или какая-нибудь поза, скрутившись, вися на канате, что сидячая поза в кресле, это все равно поза. Все равно, значит, на санскрите это асана, по-русски мы скажем поздно, на санскрите люди говорили асана. То есть, поэтому, естественно, что Батанджары написал, с хером, с ухом асанам, когда он говорил о том, что для того, чтобы созерцательной техники практиковать, нужно сидеть устойчиво и удобно, все, больше там ничего не сказано. И народ из этого с хером, с ухом асанам начинает наворачивать и вытягивать, высасывать из пальца какие-то, значит, мистические откровения. Нет там никаких откровений, там просто сказано, как нужно сидеть для того, чтобы вот эта вот работа, вся мозговая и внимание, получилось нормально, все. А что касается асанхатха-йоги, да, когда говорят, что вот, вся асана должна быть с хером, с ухом, она должна быть устойчивая и расслабленная, да. Ну, какая-нибудь стойка на руках может быть расслаблена. Руки работать должны, тоже должны работать, потому что иначе человек не будет стоять на руках. Да, нужно расслаблять все, что не нужно для удержания этой позы, но то, что для нее важно, оно должно, наоборот, напрягаться, потому что за счет этого напряжения, собственно говоря, асана и срабатывает. Гимнастическая поза, да, гимнастическое положение тела, то есть упражнение. И речь в хатха-йога про дипики, когда там говорят об асанах, и когда Патанджири говорит об удобной позе для, ну, назовем это, медитации, совершенно разных вещах, не надо это все полить в одну кучу и делать глубокомысленное умозаключение, которое на самом деле яйца выедено, не стоит, потому что это все гонило, это все инсинуация, да. То есть, ну, как бы проще, подходим проще, да. Человек описал практический алгоритм, метод, да, для того, чтобы вот тут вот сядьте спокойно, тихо, удобно и устойчиво, все, и сидите. Садмарама описал асаны как позы, которые дают определенные физкультурные эффекты, определенные там эффекты в перераспределении пран в теле, да, для того, чтобы это происходило, должны быть какие-то напряжения, узлы напряжения, должны быть расслабленные каналы, там, ну, все это, структура какая-то должна формироваться, и нарушить положение тела. Я просто совсем недавно столкнулся с таким откровенным эзотерическим умничанием на эту тему, ну... На самом деле, все просто. Положение тела, оно положение тела и есть. Асана, это асана. То есть, это просто фиксированное положение тела. А оно может быть совершенно, ну, каким угодно. Может быть гимнастическим, может быть удобным, можно вообще, там, танцевальная поза, это тоже асана. Просто поза. Это обыкновенное слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok